Господи Боже мой, слава Тебе! Благодарю Тебя за все Твои милости и щедроты, любящий наш Отец Небесный. Ты отдал за нас Своего Единородного Сына Иисуса Христа, который умер на Голговском кресте и понес все грехи мира на Себе. Слава Тебе! Аллилуйя! Помилуй нас, Господи, помилуй нас. На Слово Твое уповаем, к Тебе прибегаем. Мы прославляем Твое всемогущество, наш любящий Бог Отец. Ты послал на землю Сына Своего Единородного Иисуса Христа, который умер за наши грехи, чтобы мы имели оправдание верою в Него, приняли Его как Своего Спасителя, лично Своего, для нас пришедшего. Открой еще многим глаза на это и дай веру им, Господи. Ибо когда придет суд Божий, что будут отвечать люди? А сегодня дверь для спасения открыта. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Благослови это, дитя, Господи. Дай ему веру и послушание родителям верующим. Запечатлели ее благодатью Твоею. Сохрани ее от злых людей, Господи. Защити ее, добрый ангел-хранитель, да хранит ее и дома, и в пути. Благослови, Господи. Ибо по Твоей охране безопасно человек живет. И сохрани жилища от пожара, от воров, от нечистой силы. Слава Тебе. Господи, Ты сказал, пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте. Укажи им на церковь Твою святую православную, где они могут найти покоя и радость в Тебе. Хвала Тебя, наш Иисус. Слава Тебе. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавший меня Господь, помилуй меня. Бесчисла я согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Вы хотели что-то сказать? Вы хотели что-то сказать? Нет. Мы просто слышали вас. Добрый день. Вы можете поближе к микрофону тыкать. Можете поближе к микрофону тыкать. Вот так, чтобы слышно было. Вот так, чтобы слышно было. Здрасте. Добрый день. Добрый день. Это молитва была какая-то? Да. Я считаю псалтырь и Евангелие. Псалтырь и Евангелие. У нас большие ресурсы, есть Ютуб-канал, канал на Ютубе, называется «Во свете Библии». Вы можете там найти, а если думаете по скайпу выйти, поговорить, зарядите Игнатий Лапкин, и вы меня найдете. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Найди новые души, Господи. Да получат они запечатление, о чем писал пророк Иезекииль, а остальные поражены будут и не знают о том. Прости нас, Владыка, и помилуй. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавший меня Господь, помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи. Прости меня грешного и помилуй. И пошли добрых проповедников, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам, буддистам, дабы все узнали о любви Твоей. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего судить мир, но чтобы мир спасен был через Иисуса Христа. Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Спасителя Иисуса Христа. Аллилуйя! Благодарим Тебя, Господи! Умоляем Тебя, пошли добрых благовестников, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам, буддистам, и всем расскажи о любви Твоей к ним, что Ты их ждешь покаянием. Ты окружил человека добром, дал землю, солнце, воздух, и творением всяческим наградил человека и поставил его господином над тварью, и человек все испортил, и землю, и море, и воздух. Прости, Владыка, и пощади, и продли жизни наши дни. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Мир Вам! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! У Вас какие-то вопросы есть? Нет, просто Вы меня заинтересовали. Я могу, мы считаем, Псалтырь считают сейчас, и Евангелие от Луки, чтобы людям рассказать о Боге. А Вы православные? Да, мы православные. В городе Барнауль, Алтайский край. Ну, я так понимаю, что какое-то отвлекление православное, ну, то есть Вы не похожи на церковного какого-то служителя. Да я не служитель, я простой прихожанин. Брат у меня священник православный, протоиерей. Вот если Вы пожелаете по скайпу найти, когда, ну, возникнут вопросы, а я 56 лет проповедую Христа, то Вы мне найдете. Игнатий Лапкин. Два слова зарядите в Ютубе, в этом, в скайпе. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Вот. Игнатий Лапкин. А если в Ютубе зайдете, нужно писать «Во свете Библии». Игнатий Лапкин «Во свете Библии». У нас 14 400 роликов там. «Во свете Библии». А если к этим словам добавите сайт, зайдете на сайт. Сайт, может, самый тяжеловесный во всем интернете. Сколько там у нас всего. Там фильмы о нас, которые сняты, государственные. Мы говорим о Христе, о нашей поездке миссионерской. Мы из Барнаула доехали до Владивостока. Вернулись, заслали литературу. У меня 38 томов вышло из печати. Я решил их подарить в библиотеку. Мы дошли до Лиссабона, Португалия. Прошли Турцию. Шесть мусульманских республик. Скандинавию, Прибалтику, Север. И подарили книги на 35 миллионов рублей. Это Господь нас благословил так. Книги, которые оживляют человека. У меня опыт большой. Я в пяти тюрьмах отбывал за слово Божие. Вот, в прошлое время, в Советское. Строим с нуля православную деревню, где первый разговор с поселенцем ведем. Он должен доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Вот мы ездили. В рай. Так. Я все это делал. Ну вот. Предпочтение дается молодым с детьми. Это в Алтайском крае мы находимся. В Алтайском. 150 километров от центра, от Барнаула. А в России погибло 21 тысяча деревень. Вот только разговор люди знают. Ну а дальше-то что-то делать надо. А что делать? Ну никто. Ну это не простое дело. Мы получили статус. Не просто там залезли куда-то. Государство провело электричество. Мы сразу открыли школу. Сами все строили. Храм построили. Школа государственная. Но учителя все православные. Все верующие. Сразу дороги сами стали строить. Государство не рубля за 27 лет нам не дало. Нигде. А мы коров держим. Ну скотину продают. И немножко даже земли есть. У одного фермера 450 гектар у него. Вот. И за счет этого молочные продукты в город везут. Пруды восстанавливаем, чтобы рыбу развести. Вот разговор идет. Такие важные слова говорят. Теоретизируют. Ну а почему, Даша, я говорю, ничего не делаете-то? Вот конкретно. Много преступлений? Да, много. А что ты сделал? А что я могу сделать? Вот я вышел оттуда. Я сотрудничал с тюрьмой. Сотрудничал. 18 лет. По камерам идем. Свидетельствуем. Бесплатно. Повторяю. У нас народ необразованный, тупой. Ну и что? Ну тупой, Даша, ты что? Я молюсь. И мне Господь положил на сердце. Я одновременно в пяти университетах занятия вести. 13 школ. Во всех техникумах. Во всех отделах милиции. Это пять. Городское УВД. Да еще и краевое. Все воинские счастья. Это все мне Господь отдал. А почему? Да я никто. А почему Господь так сделал? Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе. Хвала тебе, наш Господь. Слава тебе, великий и дивный Бог. Все в тебе. Аллилуйя. Защити нас, Господи, и помилуй. С чем занимаются люди? Или язык высовывают, или руками машут. Даже не зная, что, просто видят, что человек совершает крестное знамение и в обморок падают. Прости нас, Господи, и помилуй. И найди новые души, которые не знают тебя. Откройся им в простоте и святости твоей. Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе. Хвала тебе, счастье и поклонение. Слава и благодарение. Аллилуйя. Спаси нас, Господи, и помилуй. Спаси и благослови. Мы слава словим Твое дивное имя, Господи. Возвести благую вести через нас, этому люду, не знающему Тебя. В этом ущелье мрака и тьмы, заблуждений и прелюбодейства. Аллилуйя. Господи, Боже наш, слава тебе. Милость и Твоя полна земля, Господи. Напрасно скрывает человек лицо свое. Перед Богом все открыто. Спаси нас, Господи, и помилуй. Кадры меняются сами. Как безголовые голову сами себе отрезают. Господи, слава тебе. Благодарим Тебя, наш Господь. Возвести слово истины о любви Твоей, что Иисус Христос умер за грехи всех людей и зовет всех покаяться. Покайтесь и веруйте в Евангелие. И когда апостола Петра спросили, что нам делать, чтобы спастись, Он ответил, покайтесь и докреститься каждый из вас своими Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Хвала тебе, наш милосердный Создатель. Благодарим тебя, Господи. Сатана раздел всех. Милости Твоей, Господи. Полна земля. Слава тебе, Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Еще многим откройся, Господи, что ты умер за грехи людей и ждешь человека с покаянием. Ибо жизнь пролетит, как одно мгновение. И что человек ответит? Как он жил? Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. А не верующий, не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Господи Божий наш, слава Тебе. Аллилуйя. Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Аллилуйя. Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе. Аллилуйя. Боже, будь милостив ко мне грешным. Создавший меня, Господи, помилуй меня. Бесчиславе, если грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе. Аллилуйя. Спаси нас, Господи, и помилуй. Великие дивные дела Твои, Господи. Ничего человек не может сказать и сделать без Тебя. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Каждый видит, что делается, или маски надевает, раздетые валяются. Мир сошел с ума, и Тебя не знают, Господа Бога. И потому жизнь такая бесцельная и пустая. А за каждое в жизни мгновение, за каждый потерянный час, за мысли, слова и движения ответа потребуют с нас. Какое дадим оправдание, что, скажем, защиту свою найдется для нас сострадание, найдется ли нам место в раю? Аллилуйя. Ибо Ты, Господи, сказал, что Ты есть путь истины и жизнь. Все остальные пути ведут к смерти. Единственный путь через Голгофу, через страдания Твои. Хвала Тебе, Наш Иисус. Слава Тебе, Милосердный. Кто не видел и не знает, он может отсюда понять, в какой стадии находится этот мир. И вот сколько здесь находятся детей. И кто-то отнесется благоговейно к тому, что видит молитву. Нет, они находят возможность посмеяться. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. И благослови этих детей. Не дай им погибнуть в этой тьме. Боже наш, слава Тебе. Благодарим Тебя, Наш Иисус. Как схватился человек переключить торопиться. Благодарим Тебя, Боже наш. Аллилуйя. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые посети исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Только Ты, Господи, можешь человека поднять. Ты, Божий, Единый Ты, спасаешь человека милостью Твоею. Аллилуйя. Слава Тебе, Христе Боже наш. Слава Тебе. Жестокий сатана не дает и воздуха чистого человеку дышать. Сокращает его жизнь и тело наполняет болезнями неисцельными. Как страшно остаться одному без Бога. Помутнение разума, блудодеяние, воровство, сквернословие, табакокурение все захватывает человека и засасывает в яму погибели и в вечную прорву. Прости нас, Господи, помилуй, прости и благослови. Аллилуйя. Спаси нас, Господи, помилуй и благослови это дитя. Избери его и саделай благовестникам и миссионерам, дабы многие услышали о Тебе, Господи, и многих Он привел в святую православную церковь. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебя, наш Господь. Слава Тебе. Благодарим Тебя, Христе Боже наш, яко насытилась и нас земных Твоих благ. Не реши нас и небесного Твоего царствия, но яко посреди учеников Твоих пришелось и спаси мир, да я им. Приди к нам и спаси нас. Аминь. Хвала Тебе, наш Иисус. Слава Тебе, Господи Божий наш. Господь говорит так. Я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители, верный в малом и во многом верен. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Трудно переключить, тьма одна идет. И боишься натолкнуться на блудодеев, и пропадет записанное. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне богатству. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над Иисусом. Он сказал им, вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо кто, что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Законы пророки да и Анна. С сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием ходит в него. Но скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся с женой своей и женящийся на другой, прелюбодействует. И всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали с трупья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, отче Аврааме, умилосердься надо мной и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени всем. Но Авраам сказал, чада, вспомни, что ты получил уже доброе в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Тогда сказал он, так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему, у них есть Моисеи пророки, пусть слушают их. Он же сказал, нет, отче Авраам, но если кто из мертвых придет к ним покаются, тогда Авраам сказал ему, если Моисеи пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят, не поверят, не поверят, и поэтому верят в священное писание, что написано в Библии, это большее чудо, чем воскрешать из мертвых. Аллилуйя! слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Благослови этих детей, Господи! Не дай им погибнуть, пошлим их добрых учителей, которые бы свидетельствовали из священного писания. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Будь милостив к нам, Господи, и благослови этих людей, чтобы они могли выйти из этого ущелья мрака и тьмы, о которой говорил Пахомий Великий. Аллилуйя! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, честь и поклонение, слава и благодарение наш Господь! Помилуй не знающих Тебя, Господи! Откроем истину Твою, дабы они не пришли в это место мучения. Притча о богаче и Лазаре побуждает человека озаботиться о себе, дабы не попасть вместо мучения в ад. Благодарю Тебя, мой Господь! Боже, будь милостив ко мне грешному! Связавший меня, Господь, помилуй меня! Бесчисла я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Ибо нет иного Бога, кроме Тебя, любящего создание Свое! слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки и веков ами! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови! Богородица, Дева, радуйся, обрадана Мария, Господь с Тобою! Благословена Ты в женах и благословен плод чрева Твоего! Якородила Иси Христа спаса, избавителя душам нашим! Непобедимая божественная сила щестного животворящего Креста Господни не остави нас грешных уповающих на Тебя! Аллилуйя! Господи, Боже наш, слава Тебе! Найди новые души и открой их уши услышать Слово Твое! Господи, хвала Тебе! Слава Тебе и честь и поклонение! И благодарение наш Господь! Найди достойных слушателей, которые не попирали бы святыню ногами, как свиньи и псы, но обрати их на путь спасения, если еще возможно это. Хвала Тебе, наш Господь! Благодарю Тебя, милосердный Создатель! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Место блуда, море разврата, и здесь Ты находишь души, Господи! Коснись их сердец, откроем истину Твою, что из-за них Ты умирал на кресте Голгофском. Обрати их на путь покаяния. Истина одна, истина Христос, Спаситель наш, слава Ему во веки. Будь милостив, Господи, и к этим людям. Откроем истину Твою, да истощают глаза реки слез о положении, в котором мы находимся. Слава Тебе, наш Иисус! Хвала Тебе, милостердный Создатель, рожденный в Вифлееме! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Аллилуйя! Спаси нас, Господи, и помилуй, спаси и сохрани. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущен, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, сила и слава во веки. Аминь. Ибо эти дети не знают ничего. Откроем истину Твою, Господи, что их ждет, какие освенцы мои бухенвальды впереди маящат, и кто прострет руку свою на то, чтобы указать на Христа в бедственные дни. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Благодарим Тебя, наш Христос. Кроме Тебя, нет иного Бога, спасающего создание Своё. Аллилуйя. Слава Тебе, Иисус Христос. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. И потому, как мелькают лица, сколько времени. Это мы на улице находимся. Это положение мира. Ни о какой вере, ни о традициях, ни о чём можешь не говорить. Всё пустое, если Бога нет. И только с Богом душа успокаивается. Аллилуйя. Спаси нас, Господи, помилуй. Добрый, добрый день. Привет. У вас какие-то вопросы, может быть, есть, касающиеся души, жизни? Нет, я не верю. Ну, а не веришь, так знаете, для чего живёте? Какая цель жизни-то? Я ещё не определил. Вот потому, что не веруешь. А у нас уже ребёнок в пятилетнем возрасте знает и отвечает. Человек должен определиться, потому что эта жизнь короткая, одно мгновение, а дальше вечность. Человек – это не игрушка судьбы, это творение Божие. Понятно. Потому что вы в школе-то учитесь же. Вы помните, Лермонтов Михаил Юрьевич написал на смерть поэта Пушкина. Есть Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный судья, он ждёт. Он недоступен звону златы, и мысли, и дела он знает наперёд. Это как будто сегодня про щатрулетка написано. вот так. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Аллилуйя. Слава Тебе, Христе Боже наш, коснись сердца этих детей. Да будут избранники Твои, добрыми проповедниками, миссионерами. Они ничего не знают. Пощади, Господи, и помилуй. Коснись их сердец. Обрати их, Господи. Слово Евангелия достигнет их. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. И вот кто бы остановился поговорить, никого нету. Нету. Я еще помогаю, темные пятна, чтобы уходили, быстро нажимаю. Нету. А все чего-то ждут, а чего ждут, блуда. Больше ничего нету. Ничего не знают, как бессловесные животные. А что знают, тем расклевают себя. Так говорит нам Святая Библия о современном человеке. Хвала Тебе, наш Господь. И сохрани, Господи, путешествующих от несчастного случая. Ибо внезапно прерывается жизнь. И с чем человек предстанет, в чем его застанет, Господь. Помилуй нас, Владыка. Помилуй нас и благослови родных и близких наших путешествующих. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Игорь. Уржи. Слава Тебе, Чуб. Донорово. います. Продолжение следует...